Ее главный козырь – сила, а эпатаж – ее визитная карточка. И если надо, то Алена готова врезать своему обидчику в морду. Когда на меня подняли руку, все, тогда у меня планки падают. Маша никогда не занималась танцами, но прошла финал проекта. В чем же ее секрет? Я в прошлом занималась мужским, скажем так, видом спорта, академической греблей, поэтому для меня это было что-то новое. Уверенно пройдя раунд тела и два танцевальных конкурса, Алена непреклонна. Ее главная цель – наука. Я хочу работать где-нибудь, скорее всего, в Сколково, развивать науку по возможности. У Кристины другие проблемы. Из-за участия в проекте она не может нормально показаться на людях. У меня руки, я хожу перчатки, я их не снимаю, потому что они все черные, они все в мозолях. Еще совсем недавно на первом кастинге их было больше 180. А после полуфинального танго осталось лишь 9. И сейчас самое время узнать, кто они, наши финалистки, и какое еще испытание готовит им третий сезон проекта Fit Fashion Girls. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, отгремели четвертьфинальный отбор и полуфинальное танго, оставившее в проекте лишь лучших из лучших. Теперь остается финальное испытание. Пилон. Как показал проект, ключевым для прохода в финал стали танцевальный опыт, хорошая физическая форма и трудолюбие. Какой из этих факторов является определяющим? Дать точный ответ на этот вопрос достаточно трудно. Так наша финалистка Маша Гусева до старта проекта с танцами дело не имела. И в проекте оказалось, можно сказать, спонтанно. Мне позвонила моя подруга, тоже участница Fit Fashion, вот сейчас в финал прошла Кристина Юдинцева, и напомнила мне, что сегодня кастинг. То есть я ни на что не рассчитывала, это было так спонтанно. Но когда я прошла, то есть я тоже не рассчитывала, даже на то, что я пройду в четвертьфинал, полуфинал, потому что я знала, что в плане танцевальном я очень сильно отстаю от девушек, потому что у меня не было никакого опыта. Отсутствие танцевального прошлого сказалось уже на первом испытании. Преодолеть четвертьфинальный барьер Маша смогла лишь с помощью зеленой карты от продюсера проекта Александра Исаулова. Но выданный ей аванс Маша постаралась отработать полностью. Честно говоря, немножко уже подутомилась, просто совмещаю работу, учебу, тренировки, поэтому, наверное, пора уже отдыхать, но все-таки финал хочется пройти и завершить начатое. Маша, она очень трудолюбивая девочка, но, конечно, мало подготовки. Еще бы чуть-чуть времени, и у нее должно все получиться. Итог Машиных упорных тренировок мы знаем. Она прошла финал, обойдя таких сильных соперниц, как Олеся Тырцин и Александра Масиянская. И сейчас она полностью сосредоточена на подготовке к решающему испытанию. Честно говоря, я очень стараюсь, довольно-таки много тренируюсь. Сейчас прихожу в свободное время, занимаюсь на пилоне, и вроде как преподаватель говорит, что есть успехи, что двигаюсь вперед, надеюсь, что к финалу все будет вообще шикарно, все будет отлично и очень красиво. Но может так получиться, что главной конкуренткой Маши в финале может стать ее подруга Кристина, за компанию с которой она и пришла на этот проект. Я думаю, что у нас что-то будет чуть-чуть похожее, наверное. Но я думаю, что я буду впереди. Да, спорт есть спорт, и вчерашние подруги в какой-то момент становятся непримиримыми соперницами. Хотя выйти из этого противостояния победителем больше шансов имеет именно Кристина Юдинцева. И именно благодаря своему танцевальному опыту. Конечно, это мне помогло, потому что я смотрю другие девочки, которые вообще не танцуют, никогда не танцевали, им сложно. Им сложно делать даже самую легкую связку. Это даже зная своих подружек, я им пыталась там когда-то показать связки, они не могут это сделать, элементарные вещи. Естественно, это очень помогло. И если бы я не занималась танцами, я бы не была в финале. Да, может даже я и в четверти финала уже, до свидания. А вот зачем Кристина пришла в этот проект, мы узнаем после небольшого рекламного блока наших партнеров. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сделать свою жизнь еще ярче и интересней. Таково было желание Кристины Юдинцевой, когда она пришла на кастинг проекта. Я видела Тому Патлай, я ее знаю давно еще. Постоянно ее вижу в клубах, постоянно она где-то выступает. Я всегда смотрела на нее с восторгом. Ну, такая девочка вообще. И увидела ее на проекте и испугалась. Думаю, о, фига, такие люди тут. Потом увидела Мариху, думаю, ну вообще серьезный проект, что-то я тут забыла вообще. Но Кристина смогла уверенно справиться не только с кастингом, но и с четвертьфинальным и полуфинальным отборами. И все же, какими бы уверенными в себе не старались казаться Кристина и Маша, их ждет по-настоящему серьезная проблема. Что противопоставить на финальном выступлении двум Аленам? Копытовой и Ледовской. Когда у нас только начался пилон, думаю, ну вообще для меня пилон это ерунда. Я все знаю, все умею. Но вчера девочке показали номера, я вот так вот. Мы сидим с Машей Гусевой такие, да, как-то у нас не очень все. Хотя мы также с ней вместе просто приходили репетировать. Я говорю, ой, Маш, классно, вообще у нас здорово. Вообще. Да, Алена Копытова единственная из участниц, кто общается с пилоном практически каждый день. Она закончила колледж бодибилдинга и преподает акробатику на пилоне. И поэтому, что такое сильное тело, знает не понаслышке. Но когда она пришла на кастинг проекта, то засомневалась, а заслуживает ли этот проект приставки спортивной. Я пришла, отменила урок, пришла сюда на собеседование. Вот здесь я, так сказать, не то что расстроилась, а даже выругалась. Что я здесь делаю, мне показалось, что теряю время. Почему? Потому что в заявке была подача как спортивной девушки, относящейся к спорту, к танцам приходят девушки, не спортивные, но очень красивые. Это же больше, наверное, модельной внешности, с кудряшками, с макияжем, на каблуках. Я, наверное, одна была в спортивной майке, в мужских джинсах и в гадах таких военных сапогах. Но именно накачанный бицепс, военные ботинки и своенравный характер помогли Алене пройти кастинг и четвертьфинал. По-настоящему сложной проблемой для Алены стала танго. И в финал она попала лишь по зеленой карте от продюсера проекта Александра Исаулова. И здесь ей, кстати, опять помог спорт. Не знаю, чем мотивировался Саша Исаулов, но для меня это больше комплимент, чем пройти по баллам. Объясню, потому что жюри давали правильные оценки, то есть тут нет такого, что меня недооценили. Я достаточно амбициозна, у меня есть что показать, но я правда не танцевала танго, то есть из движения танго я ничего, в принципе, не сделала. Я просто показала танец, задача была конкретная. И я не знаю, какие поставили мне жюри и баллы, но по баллам я не добрала, не попала восьмерку. Но мне есть что показать, есть что рассказать. Возможно, у Саши были более глубокие мотивы, чем я представляю себе. Но для меня это был действительно комплимент, потому что он выделил меня за отдачу, за спортивность, за то, что проект не только танцевальный, но и каких-то достижений. Теперь Алену ждет хорошо знакомый ей пилун, и вроде бы можно расслабиться. Но нет, ведь ей в затылок дышит очень достойный конкурент. Достойный есть Алена Ледовская и телом, потому что у нее тело развитое. Я люблю сухие тела, у нее пресс, она очень женственная, при этом она остается девочкой. Она мягкая, красивая, она делает сильные фишки, не такую жесткую акробатику, которую может быть можно, но она делает достаточно сильные элементы. За плечами Алены 14 лет занятий танцем и два года пилоном. Поэтому с самого старта проекта и тренеры, и судьи отмечают ее в числе лидеров. Но не все для Алены складывается гладко, ведь для участия в проекте ей приходится разрываться между Питером и Москвой, где она учится в Бауманке. Во-первых, я бываю на всех тренировках обязательных, которые есть у нас в проекте. Также раз в неделю обязательно езжу в Москву на занятия, на какие-то обязательные мероприятия по учебе. Это бывает обычно так, что либо я две ночи ночую в поезде, ночь ночую, там целый день занимаюсь своими делами, и вечером опять на поезд, утром здесь на тренировке. Либо это может быть так, что я приезжаю туда, не успеваю все сделать до конца, приходится оставаться, менять билеты. На следующий день также бегаю, занимаюсь и уже на Сапсане приезжаю сюда. Кстати, об амбициях Алены красноречиво говорит тот факт, что из родного Петрозаводска она перебралась учиться в Москву, а не в соседний Питер. Потому что в городе-на-Неве ей не хватило конкуренции. Я приезжала в 11 классе на Олимпиаду, сюда поступала, и это было слишком легко. Здешние вузы для меня слишком легкие были. То есть я приезжала на Олимпиаду и смотрела, что неинтересно мне здесь будет учиться. Алена уверенно прошла четвертьфинал и была в числе лидеров после полуфинального танго. А с пилоном она знакома не только на практике, но и в теории. Я тоже теоретическая механика больше, да, это тоже мне все знакомо. В моменты кручения. Алена согласна, что главной конкуренткой в борьбе за победу для нее будет Алена Копытова. Конкуренты немножко поменялись, на мой взгляд. То, что я говорила раньше, то, что я вижу сейчас после тренировок, произошли изменения. Так как, конечно, это Алена Копытова, потому что она уже сама является тренером. Она очень сильная на пилоне, просто ей нет равных. Неужели никто не сможет дать достойный бой нашим лидерам? Или мы немного торопимся и настоящих лидеров сможем узнать только после знакомства со всеми финалистками? Ну, второй мой соперник после пилона – это Тамара Патлай. И вообще, что можно противопоставить физической силе и опыту выступлений? В следующей серии мы познакомимся с другими финалистками третьего сезона «Фитфэшн Гёрлз» и узнаем, на какие жертвы ради победы готова пойти Оксана Белоусова. На протяжении проекта некоторые люди буквально терроризировали и пришлось расстаться. Что является самой сложной задачей для юной Кати Пак? Насчет постановки – это самое мое больное место, потому что я всегда, когда танцевала в коллективе, мне ставил опытный преподаватель. И почему Ольгу Зонову не взяли во второй сезон проекта «Фитфэшн Гёрлз»? Честно, мне было непонятно, почему не взяли во втором сезоне, потому что я думала, что проект нацелен как раз-таки, чтобы привести свое тело тоже в состояние. Ну, танцевала я и тогда, в принципе, очень на уровне. На сегодня это все. А вы не забывайте подписываться на наш канал на YouTube и вступайте в группу «Фитфэшн Гёрлз» ВКонтакте. Узнавайте все новости первыми. Субтитры сделал DimaTorzok